Друзья, привет! Сегодня мы с вами говорим про признаки паразитов в организме и, соответственно, как с этим всем быть. Очень серьезная тема. Я считаю, что симптомы паразитов разные. Это проблемы с пищеварением, это диарея, тошнота, вздутие живота, запоры различной этиологии, тяга к молочному и сахару. У меня тоже так было. Аллергия, туман сознания и все это может быть. Соответственно, я нутрициолог, психолог 30+, и могу сказать, что реальность паразитоза очень велика у многих. И когда ко мне приходят с вопросами усталость, депрессия, апатия, мне всегда хочется сказать одну простую вещь. Не только едой, водой, воздухом, но и внутренними средами. Соответственно, что важно? Обсудим первые признаки. Паразитозом может быть и вирус, и червь, и бактерия, и грибок, и куча-куча всяких микробов у нас есть. Соответственно, паразит высасывает что-то из организма взамен и не приносит никакой пользы. Что делать, если есть паразиты? Первое. Обратите внимание на проблемы с пищеварением. Если, например, плохо работает желчий отток, паразитарка будет всегда. То есть я сразу понимаю, что если желчный не санирует кишечник, как он должен, то там может быть сибор, сигр, запор, газообразование и так далее. Паразиты воруют наши нутриенты, то есть микроэлементы, которые должны быть на ежедневной основе. Другой момент. Частая смена настроения, проблемы с кожей, тяга к сахару. Это так бывает. Плюс туман сознания. Крайне важно. Мы не можем жить в террильной среде, но я рекомендую так. Первое. Добавить к своему питанию чеснок, экстракт полыни, гвоздику, экстракт скорлупы, черного ореха и яблочный уксус. Почему все это? Если мы с вами говорим про яблочный уксус, то это история поддержки кислотности. Гвоздика и атомная бомба для паразитов. Экстракт корлупы из черного ореха вообще убийца. Другой момент. Все время нужно будет работать с желчоотоком. И у меня тоже так бывает. Когда что-то слетает, я тоже так же, как и вы, могу получить какую-то там аскориду или еще что-то. Просто из-за того, что, например, были на море и условия были не такие, как хотелось бы. Но это можно исправлять. Поэтому, ребята, все эти моменты можно исправлять. И все это полностью-полностью будет зависеть от вас. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. И это работает. Но лучше, честно говоря, принимать в капсулах орех, вот то, что я сказала, чеснок, есть такие капсулы, перец, чеснок, петрушка. И профилактировать это все достаточно, достаточно. Надеюсь, понятно. Пишите вопросы.